Интеграция – стиль жизни этих молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Занимаясь здесь, они сами создают социальную и культурную среду, где есть возможности для личностного роста и простор для творчества. А оно, как говорят сами руководители студии, исцеляет. Мы понимаем, что в искусстве просто оживает и оздоравливается их душа. Музыка, театральное искусство, оно приносит вот этот заряд положительных эмоций, который зачастую недостает детям, у которых ограничены возможности здоровья. Мы говорим здоровья, но не их возможностей как человека, как социальной единицы общества. В свою очередь педагоги делают все, чтобы ребята смогли найти себя в этом мире. Всего здесь занимаются около 50 человек, а в летний период 25 ребят и 7 родителей. За июнь к ним присоединились еще три человека. Каждый из них стремится к развитию, обучению и становлению. И первые результаты появляются буквально с того момента, как они переступают порог студии. Они меняются не каждодневно, а ежечасно. То есть они могут прийти сюда к нам унырые, хмурые, жарко, холодно, плохая погода, ну утром плохо себя чувствуют. Но буквально через час, а некоторые даже переступив порог нашего отделения, они светятся, они приносят новые идеи, они рассказывают, как они провели день. Существует объединение всего три месяца, но маленький принц уже успел принять участие в межнациональном фестивале «Скриптум» в четырех концертах различного уровня. Изначально ребята не знали почти ничего про актерское мастерство. Теперь двое уже задумываются о том, чтобы выучиться по этому профилю. Но все же главное – это эмоции, которые они испытывают здесь. У меня первое выступление я сделала на конкурс. И когда я пела песню, было очень уволнительно, у меня был дуэт. Не знаю, но это в любом случае, ты как бы на своих ошибках учишься, и уже понимаешь, что ты уже не совершишь их, и что ты совершенствуешься с каждым днем, что ты учишься всему-то. Ну, это раскрепощенность, во-первых. Потом еще оказывается там столько всяких нюансов, всяких пауз, всяких каких-то эмоций в какой-то определенной фразе. Вот это вот интересно, конечно. И это неудивительно, ведь именно такие занятия помогают заново открывать мир. И именно творчество дает возможность играть, двигаться, чувствовать, раскрывать свою индивидуальность. Ну, а тем временем в регионе продолжается поддержка других подобных НКО. В этом году из областного бюджета на гранты выделено 12 миллионов рублей. Елена Тимонина, Антон Никитин, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск.